В Белгороде провели мониторинг установки передвижных комплексов фото-видео фиксации. Представители управления автомобильных дорог и члены общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги» оценили, соответствует ли камера требованиям законодательства. О том, какие проблемы выявили, расскажет Ольга Горяйнова. Главное требование к установке мобильных комплексов фото-видео фиксации – правильное расположение камеры. По ГОСТу она должна находиться не ближе, чем в трех метрах от дороги. Члены комиссии лично измеряют расстояние. Ну, 2,9. Можем ее как-то сдвинуть на 10 сантиметров. Камеру тут же устанавливают по ГОСТу. Это влияет по большей части на пропуск транспортных средств, то есть на фиксацию. Грубо говоря, из 10 транспортных средств, проезжающих с нарушением скоростного режима, в кадр могут попасть порядка 7 транспортных средств. Повлиять на скорость может неверный угол постановки комплекса. Это отклонение вызовет погрешность порядка 5 км в час. К мониторингу подключаются и сами водители. Автомобилистов интересует наличие предупреждающих знаков в зоне действия передвижных камер. Данная табличка устанавливается только совместно с зоной действия стационарных комплексов в зоне действия стационара совместно с определенным перечнем дорожных знаков. И все же качество работы передвижных комплексов важно не только для водителей, но и для пешеходов. Чтобы отстоять интересы всех групп населения, в мониторинге участвуют члены общественного совета проекта «Безопасные дороги». Ведь безопасными они должны быть для всех. Для нас очень важно, чтобы камеры выставлялись не для того, чтобы оштрафовать автолюбителей, а только для того, чтобы обеспечить качество и безопасность на дорогах. Мониторинг 11 комплексов фото-видео фиксации на дорогах города провели в рамках проекта партии «Единая Россия. Безопасные дороги». Его основная цель – сформировать в обществе культуру безопасного вождения и ответственного поведения пешеходов на дорогах. Организовать контроль над сохранением и повышением качества дорог. Ольга Горяйнова, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.